И всем привет ребят, с моим сторонниками я сейчас записываю новый ролик, сегодня мы находимся на нашем замечательном бездонат аккаунте, сегодня у нас как вы видите имеется более 100 контейнеров, а это значит что это очередное открытие контов, сегодня вместе с вами мы их откроем, открывать будем. Сегодня эти замечательные контейнеры по пятерочке, последние разы я открывал конты по 15, мне с последнего открытия упало одно золотое устройство, это было устройство на рельсу с поджогом, как по мне не самое лучшее устройство, но вам открытие контейнеров доходит, нравится смотреть, вы поддерживаете, я стараюсь как говорится быстро накапливать эти замечательные контейнеры. И потихонечку, потихонечку их открывать. Перед тем как мы открывать начнем сегодня контейнеры, я бы хотел заглянуть в гараж и показать вам все то, что у нас уже имеется здесь по прокачечкам, у нас дико страйкер уже фулл каченный, до фулового бустера у нас осталось 9 дней, ну и по резистам у нас теперь уже есть полноценных 4 реза, это один резист, который качан на 49%, который уже совсем-совсем скоро пойдет на прокачку ластового шага, я просто это сделаю на скидочках, ну и мне сегодня нужны кристаллы, потому что уже завтра будет у нас скидка на гараж, и я буду прокачивать жигу, буду делать ее МК-7 как минимум, ну и потом буду ее тоже дальше ставить, надеюсь, что мне кристаллов на все это дело хватит, в связи с тем, что у нас в челлендже появилось устройство на жигу с Эмми, ну вот поэтому мы весь акцент на эту замечательную пушечку и делаем. Поэтому приступаем потихонечку к открытию контейнеров, ну а я вам могу лишь сказать то, чтобы вы не забывали прожимать, конечно же, лайки на видосы с открытиями контейнеров, дабы их у нас на канале было чуточку, чуточку больше. По дропу, если вкратце посмотреть, то здесь его безумно-безумно много, в синем свечении очень много всяких красок, устройств за кристаллы и устройства корпуса с защитой от заморозки и поджога, плюс утяжеление и облегчение, в фиолетовом свечении еще больше красок и еще больше эффектов выстрелов в устройств, плюс дронов, но по дронам я бы хотел, чтобы мне выпал как раз таки ловкач, но, я не знаю, шансов, конечно, очень мало, что он мне может выпасть, но если выпадет, то будет очень круто, чтобы я бы его не покупал за кристаллы, ну и с золотого свечения у нас тоже большое количество красок и большое количество устройств, если какое-то крутое устройство выпадет нам сегодня, будет, конечно же, очень и очень прикольным. Также у нас сегодня обновились контейнеры, что теперь номинально с 15 контов 100% вам выпадает хоть одно синее свечение, если раньше вам могло с пятнашки упасть там 15 белых, 15 зелено-белых, то есть сейчас стабильно хотя бы одно синее свечение с этих контейнеров будет падать, но мы будем открывать по пятерке, поэтому посмотрим, как будет падать с пятерочки, ну и, конечно же, надеемся на то, что мы увидим здесь золотое свечение. Все, давайте приступать. Первая пятерочка полетела, ну тут, как говорится, все по дефолту, по стандарту начинается, посмотрим, кстати, сколько у меня расходки уже на аккаунте, я как-то особо сильно не смотрю на нее, кто-то вроде даже на стримах писал, что у меня там вроде как много расходочки, будет интересно посмотреть, сколько будет ее после этого замечательного открытия. Ну, пока что даже с пятерки падает стабильно по одному синему, неплохо, если так с каждой пятерки по одному синему стабильно будет падать, то, глядишь, мы какие-то интересные устройства на выбиваем, с десятки контов два синих уже было. Третья синяя будет, ну, с третьей пятерочки синего, к сожалению, у нас нету, но там зато белое было одно и четыре зеленых свечения. Ну, зеленое, конечно, сейчас это как раньше белое, поэтому сильно радоваться по этому поводу не стоит, но все равно. Такой вот неплохой какой-то дополнительный бонусик, ну и что это? О, я думал пять белых, но здесь синяя, 10 тысяч кристаллов, кристаллы мне лишними не будут, как я уже сказал. Но есть, что прокачивать и покупать, соответственно, если они мне будут падать, это не так уж и плохо. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы падало побольше, чем одна тысяча кристаллов, все-таки я большинство этих контейнеров, о, первое фиолетовое, красочка, ну, красочка фигня. Все-таки большинство этих кристаллов, ой, кристаллов, говорю, контейнеров было приобличено за кристаллы за чуть больше тысячу кри, поэтому тысяча как бы не окупает, поэтому если будет там падать по троечке, по десяточке, ну, это уже чупачу интересно будет. А так, ну, так десятка падает, хорошо. Синие свечения реально стали чаще выпадать, это заметно. Да, по другим свечениям фиолетик к нам упал всего лишь один раз, соответственно, ну, наверное, не все так еще круто. Посмотрим, будет ли золотое, опачки, синее, еще синее, еще синее, ага, три по десять тысяч кри. Ну, кристаллы круто, хорошо, пусть будут. Кристаллы для бездонат аккаунта это всегда приятный бонус. Конечно, хотелось бы видеть еще что-нибудь по устройствам, а не только-только одни кристаллы. Но, с другой стороны, если мне за такое открытие плюсанет где-то, ну, порядка трехсот тысяч, вроде как у меня около трехсот к как раз-таки и было, то будет неплохо. Пять белых, ну, пять белых это, наверное, дефолт, только давайте не два раза подряд в пять белых. О, 10к и интерес фиолет, второй интерес, 25к кри. Ну, такой себе интерес, могло, конечно, выпасть и какое-нибудь устройство на корпус. Не забываем, что у меня на диктатор до сих пор нет никакого интересного устройства от ЭМИ. Оооо, золотой Тесла электропушечка. Ну, это уже что-то интересное. Конечно, Теслу я здесь не планировал покупать, прокачивать, но устройство неплохое, неплохое. Не сказал бы, что это, как говорится, шляпа усатая, такое что-то среднее, что-то более-менее бэм-бэмсовое. Но золотое увидели, это уже интересно, это уже прикольно, и это устройство тоже очень важный факт. Может быть, это будет открытие, в котором мы увидим целых два золотых свечения. Пока что у меня за последнее время такого не было, а вот это интерес. За второй сразу на синий эласт. Ну, хорошо. Подрывник, блин, а вот ловкача бы сейчас бы увидеть, ну, было бы супер. Подрывник тоже по кристаллам, конечно, стоит дорого, но это подрывник, он мне не нужен. Мне этот подрывник даже даром не нужен, хотя я знаю человека, который бы от этого подрывничка бы не отказался. Есть и такие любители, но, в принципе, начать с первое белое, дальше синее, синее, фиолетовое, фиолетовое, ну, это очень-очень даже неплохо. Пока что пятерочки меня радуют. И золотое было, и четыре фиолетовых было, и кристаллов в целом насыпает тоже прилично. Пока всё идёт очень даже неплохо. Посмотрим, что тут ещё насыпет у нас. Зелёное-зелёное и синий, 10к, фиолетовое. Блин, кристаллов посмотрим, кстати, сколько плюсанёт. По ощущениям, ну, 1200 точно должно быть с этой сотки. Пока что падало приятненько. Уэльс, уэльсик падает, уэльсик. Эти краски вроде сборные за танкойны продаются, если я не ошибаюсь. Это что? У-у-у-у! Рикошет золотой, блин! Ну и у него осталось три конта, что свидетельствует нам о том, что как раз-таки наша замечательная соточка контейнеров. Закончилось. И того, что мы имеем по кристаллам. По кристаллам мы имеем 180 тысяч. Неплохо. Мы имеем пять фиолетовых свечений, одно золотое. И это в очередной раз устройство, а не просто какая-то красочка. Ну и в целом я могу сказать, что это довольно-таки неплохое открытие контейнеров. Довольно-таки неплохое, довольно-таки интересное. С хорошим дополнительным плюсом. Надеюсь, что этих 480 тысяч кристаллов мне хватит на прокачку жиги до МК-7. Со скидочкой... Получается какой? Со скидочкой 30%, да? И плюс, чтобы у меня еще осталось кристаллов на прокачку ластового шага на фриз. Он стоит без скидок 59%. Со скидкой это значит где-то около сороковочки. Плюс-минус, да? Ну, должно быть нормально. Я надеюсь, что все хватит. Ну и у нас упал один дрончик. По дронам у меня, к слову, до этого... О, спасатель. Спасатель тоже, наверное, падал. Вроде как у меня нету. Брут. Спасатель есть. Ну и теперь есть еще и подрывник. И гипериончик даже есть. Гипериончик тоже, походу, значит, падал. Гипериончик тоже довольно-таки дорогой дрон. Но мне нужен лавкачочек. Лавкачочек. Все остальное, в принципе, меня здесь особо не интересует. А подрывник у нас, получается, стоит сколько? 140 тысяч, да, наверное? Наверное, это из линейки диверсанта Кемпера. Стоил 140 тысяч. Гиперион вообще самый дорогой дрон. Ну, прикольно, прикольно, прикольно. Как-то так, друзья. Пишите, что вы думаете по поводу таких открытий. Пишите, что вам падает с контейнеров. Есть ли соточки хотя бы одно золотое свечение. И, может быть, вам упало в последнее время что-то крутое, жесткое, интересное. Поддерживайте видеоролик лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг на него не подписаны. Ну, и также, друзья, не забывайте про тег-создателя контента, который находится в настройках игры в аккаунте. Мой личный тег-создателя контента это тег TeamP. Здесь вы его спокойнейшим образом, бам-бам-бэмчик, выбираете. И участвуете в розыгрышах на... Сейчас вот, например, идет на 50 тысяч танкоинов и на 2 миллиона кристаллов, итоги которого уже будет совсем-совсем скоро. Ну, и понятное дело, что эти розыгрыши у нас на постоянной основе по тегу есть. Поэтому переходите в описании, заполняйте формочку и участвуйте. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.